90 графических работ советских художников выполнены в разных жанрах. И стампы из коллекции Гали Георгиевской. В основной фонд музея вошло порядка 500 таких произведений. Для экспозиции отобрали самые примечательные. Вообще о самой владелице жемчужин советской графики известно мало. Гали Георгиевская жила в Москве и перед своей смертью завещала передать коллекцию Фонду Рязанского художественного музея. Коллекция старая, она поступила к нам 60 лет назад, в 63 году. Но очень долго ее изучение не продвигалось далее первоначального списка приема по разным причинам. Вот сейчас мы как бы актуализировали эти вроде бы давно хранящиеся у нас листы, но при этом редко показывающиеся. Среди них есть настоящие шедевры, может быть, такое громкое слово, во всяком случае классические образцы печатной графики советского периода. Литография – это плоская печать с камня. Рисунок наносят специальным карандашом или тушью. Затем камень, так сказать, травят особым составом. Причем обрабатывают только те участки, которые не заняты изображением. После этого состав смывают и наносят специальную печатную краску, которая ляжет только на непротравленные участки. Произведение литографии похоже на рисунки карандашом. Но если рисунок карандашом – это произведение, существующее в единственном экземпляре, то все произведения и печатные графики существуют во множестве оригиналов. На стенах пейзажи, портреты, натюрморты, а также произведения о жизни советских людей. Отдельно представлен зал с анималистическими работами и изображениями сказочных персонажей. Эта часть экспозиции будет радовать рязанцев и гостей областного центра все зимние праздники. Здесь в преддверии Нового года установят елку. Я думаю, что это станет местом для многих интересных мероприятий, этому есть все предпосылки. Дело в том, что сюжеты этих произведений допускают разговоры бесконечные с нашими маленькими посетителями. Очень много сюжетов сказок, сказочных героев. Можно фантазировать, можно вспоминать. Взрослые посетители могут узнать в некоторых работах иллюстрации к своим детским книжкам. И с ностальгией вспомнить годы юности, когда каждый день был наполнен чудом. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».